Я вот сто процентов верю Александру, что он действительно этого не делал. Вот я вот на сто процентов уверен, что парень настолько порядочный и честный, что просто его снесли только из-за того, что победил американца. Какие-то несчастные санкции уже начинают на спортсменов на наших отражаться. Да пошли. Русские своих в войне не бросают. Пошли они, американцы. Сдержать эмоции, когда самого ярого сторонника здорового образа жизни летом этого года обвинили в допинге, не смог даже губернатор. Что говорить о друзьях, родных и фанатах шторма? В интернете буквально через несколько часов запустили эстафету в поддержку спортсмена. В социальных сетях начали появляться фотографии, на которых люди держат плакат с надписью «За Шлеменко». Причем это были не только мячи. Русские действительно своего в беде не бросили. Впервые Шлеменко вышел на бой не один. Своих не бросаем. Я за Шлеменко, все за Шлеменко. За справедливость, за Сашу Шлеменко, за Омск, за Россию. Омск любит Шлеменко. За Шлеменко. Такая армия, конечно, зарядила спортсмена на борьбу. Но если в клетке все понятно, побеждает тот, кто сильнее, то за пределами восьмиугольника стать первым оказалось сложнее. Атлетическая комиссия штата Калифорния запретила шторму драться и обязала выплатить штраф 10 тысяч долларов. Хотя, согласно регламенту, срок дисквалификации не должен превышать двух лет, да и сумма не соответствует документам. Уже позже стали появляться подробности неспортивного поведения стороны обвинения. У меня взят был анализ, как уже всем известно, проба А. Проба Б была не взята, что является нарушением, нарушением контрактных обязательств. Российскому бойцу связали руки на заседании атлетической комиссии, где Шлеменко и его адвокату Говарду Джейкобсу попросту не дали высказаться. Мириться с решением Калифорнийского суда команда Шлеменко, конечно, не стала. Повторное слушание в Америке должно было состояться через три, максимум пять месяцев. Но по необъяснимым причинам пауза затянулась. Оставаться в тени своих учеников спортсмен, который еще сам может отправлять в нокаут, больше не мог. И вот после почти годового таймаута имя омского средневеса вновь появилось на афишах. 19 февраля. Москва. А мич Александр Шлеменко против бывшего чемпиона Гран-при М1 Вячеслава Василевского. Я получил наконец-то, благодаря большой работе моего менеджера Алексея Женакова, проделанное разрешение на выступление в России. И мы подписали с организацией М1 контракт на выступление в Гран-при. Но подписанный контракт с М1 позволяет спортсмену драться только на родине. Вход на зарубежные арены закрыт. И открыть его, если и получится, то только летом. В июне состоится повторный бой юристов Шлеменко с атлетической комиссией Калифорнии. Если же и в этот раз американцы проявят неспортивное поведение, и Фемидов станет на их сторону, то драться за океаном Шлеменко уже не сможет, так как нарушит условия дисквалификации. Если Шлеменко выиграет этот спарринг, то продолжит выступать в Белатаре и постарается вернуть свой чемпионский пояс. Русские не сдаются, тем более сибиряки.